Сейчас в наше время покупая автомобиль новый в салоне или бэушный, редко когда удается купить автомобиль без какого-то дополнительного оборудования. Чаще всего эти автомобили уже с завода сразу оборудованы иммобилайзерами. Ну и покупая автомобиль, естественно, каждый из нас хочет, чтобы этот автомобиль был еще дополнительно оборудован сигнализацией. Ну и такой сигнализацией, которая способна запускать двигатель дистанционно, чтобы можно было его зимой, например, прогреть и садиться сразу в теплую машину. А для этого установщики сигнализации делают что? Они устанавливают обходчик иммобилайзера. Выглядит вот он примерно так, он вживую реально выглядит примерно так. И в итоге клиент, покупая автомобиль, получает себе два ключа. Один из них это нормальный ключ, который запускает автомобиль, с ним все в порядке. А второй ключ это такой ключ, из которого вытащен чип. Раньше устанавливали в обходчик иммобилайзера прямо целиком сам ключ, вот он тут так и нарисован. Это все нарисовано практически в реальном масштабе. Но потом стали устанавливать внутрь просто чип, который вытаскивали из второго ключа, из второго запасного ключа. Ну и получается, что у клиента есть два ключа. Один из них полноценный, реально работающий ключ. А второй это ключ, которым можно только двери открывать. Больше он ни на что не годен. Запустить двигателем невозможно, так как сигнал для того, чтобы задействовать чип, подает уже не замок зажигания, а сигнализацию. И сигнализация подключает этот модуль только в тот момент, когда она считает нужным, и когда идет реальный прогрев двигателя, дистанционный. А во всех остальных случаях, когда вы включаете вот этот ключ в замок зажигания, естественно чип не работает, и запустить двигатель вы не можете. Так вот сегодня я поделюсь еще одной мыслью о том, как все же эту проблему решить. И для этого, как ни странно, опять же нам поможет вот такое вот устройство, называется это Smart 2333. Я о нем уже говорил. Ну и вот один из его плюсов, это то, что у него есть выходы, дополнительные выходы. Ну и фактически это открытый коллектор, который торчит наружу. Вот именно о нем, о втором этом выходе я сегодня вам расскажу. То, что этот приборчик даст вам, установив его в автомобиль, я уже говорил. Ну и коротко повторю. Значит, установив этот приборчик, вы сразу же сможете видеть свой автомобиль на карте, видеть его реальное передвижение, будете видеть включено или выключено зажигание, как он передвигается в реальном времени. Даже в том случае, если его кто-то у вас украдет и увезет на эвакуаторе, вы все равно будете видеть, что автомобиль движется, но зажигание у него выключено. Второе, это то, что можно с этим приборчиком реализовать, это реализовать защиту и сделать так, чтобы вы могли управлять зажиганием или бензонасосом дистанционно-удаленно. Я об этом говорил в одном из роликов. В принципе, ссылку на эти ролики я оставлю в подсказках и в конце этого видео, в описании. И сегодня хочу рассказать еще, как решить проблему второго ключа, опять же, с помощью этого же приборчика. А делается это все очень просто. Когда сигнализация получает команду на запуск двигателя дистанционно, то у него вот на этом проводе уже есть плюс 12 вольт, потому как зажигание сигнализация включит. А еще один провод черный, который уходит на сигнализацию непосредственно, он сигнализация сама уже через внутреннее соединение подключит на землю. И таким образом цепь замкнется, реле внутри сработает, и чип через вот эту катушку будет доступен для замка зажигания. Сейчас я на другой схеме покажу, как это выглядит. Вот у меня есть другой листочек. Здесь схема более наглядная. Все то же самое. Ключ, обвитый проводником реле. Эта петля идет на замок зажигания. И у нас с вами есть управляющие контакты, которые управляют реле. Плюс мы получаем от зажигания, когда срабатывает сигнализация. Минус мы тоже ждем от сигнализации. Но, естественно, мы его не дождемся, когда мы хотим использовать второй ключ. Что мы делаем? Наш приборчик. Вот этот. Уже подключенный и установленный. Мы соединяем вот таким вот образом. Минус, который уходит на сигнализацию, мы заводим на наш прибор, на выход, который называется АУТ-2. В принципе, можно заводить и на АУТ-1. Ничему не противоречит. Но если вы АУТ-1 задействовали уже для того, чтобы управлять зажиганием автомобиля, или, например, бензонасосом, то, естественно, он у нас занят. И эти команды мы уже ему посылать не сможем, для того, чтобы разблокировать второй ключ. Но АУТ-2 у нас свободен в любом случае. И мы можем соединить его именно на АУТ-2. Все. Это все соединения, которые требуется сделать. Ну, мы понимаем, что сам приборчик у нас уже изначально был подключен к земле. Также к нему заведено питание плюс 12 вольт. Ну, и по необходимости заведено уже соединение с выходом АУТ-1. Сейчас мы говорим только об АУТ-2. Итак, что мы имеем? Подключив выход АУТ-2, мы получим внутри вот так следующую схему. Мы помним, что внутри стоит транзистор. База этого транзистора подключена к внутренней схеме этого приборчика, которая управляется СМС-ками. Коллектор у нас торчит наружу, а на эмиттер внутри схемы подается земля. И таким образом, когда на базу приходит сигнал от СМС, транзистор открывается, замыкает эту схему на землю, реле срабатывает, чип становится доступным для замка зажигания, и второй ключ у нас находится в работе. Мы им точно так же можем пользоваться. Теперь, в том случае, когда второй ключ нам становится не нужен, и вы не планируете больше им пользоваться, вы просто-напросто опять посылаете СМС-ку, транзистор закрывается, соответственно, эта цепь разрывается. И управлять этим чипом, который был вставлен установщиками сигнализации в установочном центре, может только сигнализация, так как она и делала это ранее. Что можно сказать еще об этой схеме? Что иногда приходится оставлять машину в сервисном центре, иногда приходится ее доверять каким-то людям, которых вы не совсем хорошо знаете, не полностью им доверяете. И на этот момент, чтобы люди могли пользоваться вашим ключом вторым, вы можете дать разрешение сигнализации, чтобы этот ключ был в работе. Как только вы решите, что этот ключ больше не должен действовать, отправляете команду, и все, больше этот ключ уже не заведет ваш автомобиль. Команда на запуск будет выглядеть как Y2, это будет ключ ON, и N2, это ключ OFF, недоступен. Все просто и легко. Вот именно об этом я хотел сегодня вам рассказать, сказать, что вот этот приборчик достаточно полезная вещь в автомобиле. Пожалуйста, посмотрите, оцените его, ну и примите решение о его приобретении. На самом деле, в нем есть смысл. Таким образом, вы получаете постоянный контроль своего автомобиля на карте, плюс управление цепями зажигания, ну или бензонасоса. И еще у вас в работе получается второй ключ, который раньше блокировал обходчик иммобилайзера, а теперь он у вас тоже вам доступен, и вы можете пользоваться по необходимости. Ну вот это вот все, что я хотел сегодня вам рассказать. Спасибо, что выслушали меня. Думаю, что вы не последний раз зашли ко мне на канал. Приходите, будем обсуждать еще разные темы, поговорим о других схемах. Буду рад, если вы оцените этот ролик лайком, ну, в конце концов, и дизлайком тоже. Напишите какие-то сообщения в комментариях, расскажите о своем опыте, как вы эту проблему решали, как вы решали проблему активации второго ключа. Ну и если есть у вас какие-то свои соображения, напишите об этом в комментарии. Если станете моим подписчиком, это будет совсем здорово. Всем спасибо, удачи и всем пока!